Я вас хочу познакомить, Наташа Герасимова. Наташа, привет. Привет, привет всем. Так, друзья мои, я хочу сразу сказать, что я Наташу вижу первый раз. Значит, вот вижу в экран, да, потому что, ну как, я сегодня увидел тебя в Фейсбуке, Наташа. Я тебя не знаю, я не знаю, что ты сейчас здесь наговоришь, но с того, что я прочитал, мне почему-то захотелось тебя побольше расспросить. Я тебе расскажу несколько причин. Во-первых, ты долгое время жила в России, и ты хорошо знаешь изнутри, я так понял, кухню. Ты была в церкви, в Слово жизни, у Пересветова была. Вот, судя по твоей фотографии, которую ты мне прислала, ты симпатизируешь Украине. И, судя по тому, что я слышал, мне очень особенно зацепила твоя ситуация, которую ты пережила в Африке, как ты переживала ненависть, как ты этот период проходила. Сейчас нам это очень важно, мы этому учимся, потому что, честно скажу, мы никогда не жили при таком уровне, скажем, горя, зла, агрессии, которая вцепилась вот костлявыми своими руками к нам в горло сегодня, и жизнь миллионов людей разрушена. Это просто, ну, невероятно представить. Ну, самое маленькое, это то, что разорваны семьи, жены с детьми, многие в других странах, дети, допустим, у меня дети в Америке, жена в Германии, я между Германией и Украиной, я не постоянно в Украине, я туда-сюда езжу, потому что я как волонтер помогаю. И, ну, это моя задача сегодня, как бы доставлять грузы, но грузы, наверное, это не главное. Главная работа среди украинцев здесь, в Европе, очень. Здесь просто, вот я недавно проехал восемь стран, около семи миллионов беженцев в Европе только, в Европе и, конечно, очень много в Америке. Всё это подвергает нас серьёзным таким потрясением, и мы по-разному реагируем. И уже внутри нас, украинцев, появился серьёзный напряг и дискурс, как реагировать. Я за эти годы уже по-разному реагировал, от ярости и ненависти до какой-то попытки сбалансировать, потому что, ну, честно, мне кажется, что очень важно понимать, что нам себе надо не навредить, потому что, ну, и психологи говорят, что ненавидя, просто ненавидя вот другого, ты можешь себя разрушить. Но это я тебе предоставлю больше рассказывать. Я сейчас ещё раз прошу, друзья, сделайте перепост. У меня снова бан в Фейсбуке. Мы там мало будем смотреть. А, друзья, я вас прошу, давайте дружно перейдём на мой YouTube. Вот я сейчас ставлю Сергей Демидович. Вообще-то у меня, смотрите, вот здесь YouTube, это вот собачка Шалон Дом. Это мой ML и мой YouTube, как бы. Поэтому или по Сергею Демидовичу, или вот собачку поставьте Шалон Дом. Подписывайтесь. Вот чую, шкурой чую, что скоро вообще заблокируют, и мне придётся переходить туда. Наташа, теперь к тебе. Спасибо, что ты согласилась. Как я уже сказал, я тебя практически не знаю, но то, что ты говорила, мне стало интересно. И я бы хотел, ну, просто с твоей историей начать. Давай познакомимся. И я заодно услышу больше, и мои подписчики услышат, кто ты, откуда ты взялась, и откуда то, что ты говоришь, ты узнала. Ну, вот, может быть, вкратце сначала о себе, а потом потихонечку пойдём по твоей истории. Да, меня зовут Наташа. Спасибо большое, что позвали меня на этот эфир. Я из Москвы. Я москвичка коренная, я из России. Прожила там всю жизнь практически. Сейчас живу в Чикаго, в Америке. О себе, если говорить, что я не из верующей семьи. Я пока я в достаточно таком сознательном возрасте. Ходила в церковь, ходила в Слово жизни, в христианский центр восстановления в Москве. Служила в России очень много. Служила в Чикаго немного. И служила в Африке. Вот если коротко, так обо мне. Да, ну вот давай Слово жизни. Сколько, какие-то годы были, когда ты была в Слово жизни? И какая особенность вот этой церкви? Потому что я потом следующий вопрос как бы задам. Вот что ты помнишь вот с тех лет Слово жизни Москва? У меня такая ситуация. И когда я покаялась, я покаялась в сознательном возрасте очень. И когда я читала Библию, я её восприняла буквально. То есть там написано было, идите в тюрьму, идите, накормите, напоите. Я был голоден и так далее. Я вот прочитала, и я пошла. И я ходила там в туберкулёзке и так далее, и так далее. То есть я приходила... То есть ты покаялась, ты покаялась и сама решила, надо идти. Или это было как-то при церкви? Да, я просто поверила, и всё. И я ходила в церковь по воскресеньям. Я вела домашние группы, потому что нужно было вести... Ну, у меня были наркоманы, одни на домашней группе дагестанца, чеченцы, подростки. У меня были очень весёлые домашние группы. Но, вы знаете, как бы я была в церкви, я ходила в воскресенье, я слушала, я принимала. И какие-то годы было действительно то, что вот я как покаялась, вообще ничего не знала про Иисуса, вообще ничего. Я покаялась сама у себя в комнате, сказал Иисус, если ты там есть где-то там, ну давай, спаси меня. Вот такая была моя молитва покаяния. И после этого, когда я пошла в церковь, меня научили молиться, поститься, читать Библию. Были какие-то конференции и так далее. Но я больше и больше думала, у меня сестра наркозависимая моя старшая, я её вытаскивал, её мужа. И когда я попала, ну я изначально там была, в семье наркоманов, это созависимая семья полностью. И к тебе приходят наркоманы, и ты ходишь в притоны, и ты вытаскиваешь этих своих родственников. То есть я уже была погружена в ту проблему наркомании, хотя я сама никогда, я не употребляла героин и так далее. То есть я была всегда вне системы. Воскресенье в церковь, домашняя группа в среду, но всё остальное, ребята, я вот, я служу. То есть я работала на обыкновенной работе, я была учительницей, я была там лошадным проектировщиком, работала в доставке, где я только не работала. Но вот в каждые 15 минут своего перерыва я впихивала туда наркомана, дагестанца, какого-нибудь там, какого-нибудь человека, которому нужна помощь. Я возвращалась с работы домой, да, обязательно какой-то наркоман у меня на Ленинском проспекте всегда стоит, всегда. Или очередь за наркотиками. И, конечно, ты подходишь. Утром ты идёшь, ты подходишь там к бездомному, даёшь ему бутерброд. То есть у меня, я даже миссионеркой себя не называю. Я говорю, что я просто Наташа, я живу. У меня нет вот этой программы, у меня её никогда не было. Вот, поэтому когда меня хотели закрутить, да, какие-то там туда-сюда, союзы, профсоюзы, вот это всё, я как-то внутри сопротивлялась всегда. Я говорила, ну-ну-ну. Вот. Но при этом я всегда была... Это отличалось от слова жизни? Ну... Какое ДНК слова жизни? Чем жили они в то время? Вот ты самосточка такая, бегаешь за наркоманами, за бомжами. Ты для них ненормальная? Конечно, наверное, к сожалению, к сожалению, для большинства церквей, такие люди, как я, как девчонки, которые со мной потом ехали в Африку и так далее. Конечно, мы немного ненормальны, потому что мы приходили и говорили, ребята, люди на улице погибают, ребята, посмотрите, вот у нас на Ленинском проспекте туберкулёзка. Сколько я звала в туберкулёзную больницу людей? В итоге я плюнула и ездила туда одна. Я приезжала в туберкулёзку, проходила разными способами туда, в эти палаты. Мне так хотелось, чтобы рядом стоял какой-то со мной там пару братьев, которые знают проблему изнутри, которые были наркоманами, а не я вот в этом розовом платье со своей сумочкой на каблуках, и вот через это поле там я на Солнечногорске чешу каждую субботу. И, конечно, когда открывалась дверь в палату, и вот эти вот зэки расписные, да, сидели и говорили, что ты нам хочешь там рассказать? Я говорю, ребят, я хочу Библию рассказать. Я думала, что это так, что так и должны жить христиане, что я очень удивлялась в первое время, почему со мной это не ходят. Потом стали детские дома, и я немного стала понимать, что мой, вот этот мир, да, неудобный, грязный, там, воничие наркоманы. Мы проводили Новый год в туберкулёзной больнице, в мужском туалете, где было накурено полностью, вот ничего не видно, и пацаны, мужики сядут с картетерами, извините, пожалуйста, да, а Новый год, в нашей христианской тусовке, это обязательно нужно выбрать самое лучшее платье, накрутить самые лучшие кудри и спеть самые лучшие песни про славление. Ты приходишь, что в туберкулёз, вот там звенящая тишина и ссори, да, запах, и вот эти вот расписные сидят, и некоторые лежат, и вот просто они двигаются. И вот эти два мира, звенящий мир тишины и смерть в одиночество, он меня сильно внутри, вот если к теме к ненависти, да, говорит, он у меня внутри постоянно, у меня был конфликт. Я говорю, Наташа, всё хорошо, это ты сумасшедшая, это ты, Наташа, психичка, это ты постоянно про своих наркоманов орёшь, это ты постоянно, тебе не нёц, и как мне говорили, там разные пастора по-разному меня называли. Это нормально, а ты ненормально. И мне это доказали, и я в это поверила. Поэтому у меня был всегда такой конфликт в церквях. Я их обсуждала внутри, но я это не говорила, потому что я была очень хорошая, правильная христианка Наташа. Ну ты в то время Романов был молодожный пастор? Или Маркин? Он ещё даже не был пастором, он был служителем. Я думаю, что, конечно, они делали хорошие вещи, они делали много хороших вещей, они ездили в Беслан, в общем, много чего было. Я благодарна за ту часть, которую они мне вложили. Я не могу сказать, что вот всё, это секты, слова жизни, там все они там, в какой-то момент Бог мне сказал, уходи. Я сказала, почему? Ну да, я чувствую пустоту, всё одно и то же, как-то вот никуда ничего не идёт, я вот внутри. Ну слушай, если слово жизни в Москве никуда ничего не идёт, это же мотив христианства, так сказать, российского. Они идут, они идут, у них есть своё какое-то направление, да, есть конференции. Ну какое-то направление, знаешь, что я пытаюсь сейчас, смотри, я тебе забегаю наперёд, скажу, что я пытаюсь, почему я детально расспрашиваю? На мой взгляд, российская церковь, включая слово жизни, оказалась не готова к временам вот таким потрясениям. Я хочу понимать, что делали не так в то время, почему оказались не готовы? Смотри, смотрите, когда началась война, все пастора отключили комментарии, да, вы заметили? Они выключили комментарии, они удаляли те сообщения, у меня был друг мой в оккупации, жил, и он говорит, Наташа, он у нас прощался, говорит, Наташа, меня точно застрелят, я точно не выживу. Я говорю, слушай, ты выживешь, потому что ты должен быть свидетелем оккупации. И он написал пастору слово жизни, молитвенную просьбу, потому что пастор спросил, за что тебя помолиться, но это была рассылка. И он ему вот такой текст, я в оккупации, нас убивают, подвалы пыточные. Что сделали с этим сообщением? Его стерли. А так, почему церковь была не готова к тому, что негатив, оккупация, негатив, война, все вот эти вот ненависть, как они говорят, украинская, вылезы на них. Потому что все жили в таком мире, где, слава Богу, за проповедь, прекрасная проповедь, пастор, прекрасная конференция. У вас такие прекрасные песни, девушки, у вас такие прекрасные голоса и локоны, и платья, что это просто... Понимаешь, и всегда мы жили в таком христианстве розовом. Мы ничего не видели. Мы не видели смерти, мы не видели трагедии, мы по-настоящему не сражались, да, как бы. А мне говорят, почему ты не закроешь комментарии? Если вы зайдете ко мне в контакт, там у меня 500 с чем-то комментариев, и там просто вот, там сгори в аду, отрежу тебе голову и так далее, и так далее. Но меня это не касается. Почему? Потому что, когда ты служишь наркоманам, которые тебя хотят с 12 этажа выбросить, пистолет к твоей голове прикладывают, нож, в общем, и три раза выносят тебе дверь на домашней группе, да, ты ставишь дверь, они в пять ее выносят, ты там, расстреливают холодильник. Слушай, я вот, когда не случается домашняя группа. Может быть, это специальное призвание, ты мне напоминаешь Махминка в юбке, вот он не может жить спокойно, и мне кажется, вот ты, как бы, такой человек, но я просто пытаюсь, вот на твой взгляд, ты не думаешь, что просто это твое призвание, что все так не могут жить? Это сложный вопрос, но я думаю, что нашему христианству нужно повзрослеть. Наше христианство – это церковь, это детский сад, где сидят 30-летние мужики и женщины, да, и им сказали что-то, и они, о, Господи, мы не смотрим новости, да, мне все постарают, не смотри новости, не говори лишнего, не разбирайся в политике. Ребята, я в новостях, я в политике, я знаю, что происходит, Россия напала на суберемное государство, идет геноцид, а как ты можешь так разбираться? Я у меня башка на плечах есть, поэтому я могу так разбираться, так вот, церковь – это детский сад, в который поместили мужиков, женщин, да, и которых, что-то их потревожит и посрочит, ш-ш-ш-ш-ш-ш, только не тревожьтесь, только свое сердечко ранимое не тревожьтесь, окей, что тогда за христианство? Что у нас за христианство? Где этот перевес? Церковь, которая сидит, не дай бог мне плохое скажут, или я увижу плохую картинку, я упаду в обрак, и, ну, например, детский трафик, в который церковь должна идти, в который церковь должна вытаскивать, этих детей должна вытаскивать церковь. Если вы падаете в обрак, I'm so sorry, из-за комментария, да, какого-нибудь, жёсткого, как вы будете этих детей вытаскивать? Зачем тогда христианство? Песни петь? Окей, значит, это ваше призвание петь песни, сидеть в Библию, разбирать тысячу лет, римлянов от коринфинов отличать, 30 лет. А дети пусть умирают, а геноцид пусть идёт, а Херсон пусть топит. Сейчас, Наташа, секундочку. Друзья мои, пишите, что звук у меня разве плохой? Мне кажется, у Наташи чуть-чуть как бы дёргается звук, или у меня? Напишите точнее ещё раз. Смотри, Наташ, очень-очень хорошо мы начали. То есть, нам сейчас главное, смотри, не просто сказать, вот это чёрное, вот это белое. Нам нужно вырулить, и нам нужно понимать, как помочь сегодня церкви. И первое, что я это давно говорил, я рад это от тебя слышать. Вот смотри, что я давно уже говорю, что в постсоветском периоде церкви мы как-то очень быстро отошли от темы вообще страдания, цены. Как бы очень произошёл такой сдвиг в сторону, что христианство – это праздник. Вот когда там пастор какой-то постит, допустим, очень часто это было до войны, Бог благословил, я лечу первым классом, мне заменили билет. Вытянутые ноги он фотографирует. Или очень часто Бог благословил, там, я на отдыхе или ещё что-то. Потихонечку, не сразу, потому что я с советского периода верующий, допустим, ДНК наше в то время было выжить среди врагов. Так, пишет, что у меня булькает. Сейчас я попробую что-то придумать. Секундочку, друзья мои. Я попробую прийти к микрофону другой. Одну секундочку. Секундочку, секундочку, я попробую наставить. Раз, 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 скажите, изменился ли звук стало ли лучше? А ну, пожалуйста, я поставил другой микрофон, я хочу понять. А ну, ещё раз, треск есть. сейчас булькает или нет? Ну, думаю, что уже более-менее. Смотри, элемент страдания и вообще цены был как бы потихонечку вытеснен. и мы проповедовали, что вера это благословение, ты будешь голова, а не хвост. И вот в этой теологии очень стало места мало для социального мира, понимаешь? Для страданий, для подвига. действительно потихонечку мы смотрелись на то, что благословенная церковь это красиво. И здесь-то я не хотел бы сейчас всё оброчить и сказать, что благословенная церковь это только сироты, туберкулёзные больницы, наркоманы, но это неотъемлемая часть церкви. И это должно всячески поддерживаться. Но даже не только это. мне кажется, что в погоне за вот такой картинкой убиралось всё, что мешает это осуществлять. И в том числе выступать против правительства, это было, это нарушало вот этот комфорт. Понимаешь? Почти все мне аргументировали и говорили, смотри, мы не можем идти против власти, чтобы не закрыли церковь. Мы должны Иисуса проповедовать. то есть вот это кафедральное служение, оно в эпицентре стоит христианство. И оно может быть нарушено, если мы сделаем что-то не так. И вот это, мне кажется, очень важный вывод, который я сегодня делаю. Хорошо, скажи, и ты решила уйти со слова жизни? Да, я ушла. Алло, Наташа, подзависла. Алло, ой, Наташа зависла. А ну сейчас, Наташа, ты слышишь? Не слышно меня? Так, а я тебя перестал слышать. Это чудо. Сейчас я не слышу. Субтитры сделал DimaTorzok сейчас слышно, нормально? Да. Так, все, простите, друзья. Люди пишут ФСБ. Смотри, ты вот решила уйти со слова жизни, потому что тебе не было комфортно, что вот там не поддержали твою как бы социальную направлению или почему? Нет, нет, я вообще не про социальную направлению. У меня, может быть, такой сложился амплуа, что я служу детишком, и вот там где-то в социальной работе, миссионер. Нет, нет, я вообще про другое, я вообще про другое. Я хочу сказать, что мне стало пусто, я себя внутри давила, что Наташ, ну что ты, нормально пробовать про благодать, ну хорошая же пробовать, хорошая, песни хорошие, хорошие, что ты так, что-то не так, что ты все время придираешься, а внутри меня прям, вот, нет, нет, и я почувствовала, мне надо уходить, я подошла к карману, говорю, я ухожу из церкви, почему? Ухожу, я не могла никому объяснить, пустота, вы пусто мне, не хочу в церковь ходить, но на тот момент, так как я была созависимая, да, и суперпослушная и смиренная бахита, я, конечно же, себя закручивала, продолжала там жить как на автомате, как я понимаю, многие, наверное, верующие, так живут, у меня с Богом прекрасные отношения, и тогда были прекрасные, и сейчас, то есть, ну, у меня нету в этом проблемы никакой, есть проблема в моей голове, что мне сказали, я должна это делать, даже если внутри меня всё коробит, вот сейчас я от этого избавилась, я получила свободу, поэтому я могу спокойно сказать, ребята, все идите лесом, вот мне звонят там пасторы, там, епископы, там, ещё кто-то какие-то, я говорю, слушайте, ребят, у меня своя голова есть, что хочу, я то и делаю, и что хочу, то и говорю, кого хочу, того поддерживаю, а кто ты такая? Наташа Герасимова, всё, мне больше не умеют, надо вот этих ваших регалий, понимаете, и сейчас, когда, ну, я вышла из, даже, я не хотела себя относить там к религиозникам, да, там к религии, но я всё-таки была заквашена в этом, а сейчас, ну, я могу спокойно сказать, оставьте себя меня в покое, у меня есть отношение с Богом, я люблю людей, я не хочу ходить в эти пустые церкви, но сейчас вообще я не могу никого практически из русских пасторов слушать, ну, там есть единицы, которые не прогнулись под эту власть, но сейчас это всё, это полная катастрофа, полная катастрофа, потому что люди не привыкли жить в неком комфорте, не привыкли, что вот их система сломается, а Бог говорит, оставь всё, иди за мной, а если вот хорошую он тебе скажет, оставит церковь, здание, о Боже, все бедные вечки умрут без пастора. Хорошо, тогда у меня вот такой вопрос, как ты думаешь, в России выходит Бог как бы в этих церквях проиграл, вот, если церковь в таком состоянии, вот, кстати, куда ты приглашала людей, которым служила, ты же их всё равно в церковь приглашала, так же? Конечно. Ты можешь сейчас как бы делить мух от как лет, ну, попытаться и сказать, что всё-таки вот в таком состоянии, но это та церковь, через которую Бог продолжает спасать людей? А для меня сейчас вообще… Родикалы говорят, эти церкви надо позакрывать, там нет Бога, всё, крест полностью, или вот ну, у Бога там остались церкви ещё? Ну, я думаю, что, во-первых, Бог, кто не проигрывает никогда, это мы закрыли свои уши, закрыли свои глаза, закрыли свои рты, потому что по многим причинам. И вот Бог говорит, вступайся за истину, борись с несправедливостью. В Библии так написано, Писая 1.17, по-моему, несправедливость конкретно написана. Мы закрылись Псалмом 90-м, крылья-крылья меня усиляют, чтобы меня там Господи не коснулся никакой зло. Это я, когда я следил после навледии, это основное было моё послание, что христианство, мы воспринимали для себя. Бог для меня. Бог меня спас, Бог меня исцелил, Бог меня благословил. Теперь я круто живу, защищённый, и когда всё закончится, я пойду на небеса, и мне Господь даст венец. А я вот, я с капельной спрашивал, вот подумайте, неужели Бог такой, ну, как бы вот, ну, как бы, простофиля глупый. Вот, Он тебе всё здесь дал на земле, благословил тебя, и благодарность за то, что ты ходил в церковь, он тебе ещё венец на небесах даст. Ну, вот как-то не стыкуется. За что венец-то? Ну, ладно, ты спасён, допустим. Но венец за что? Почему ты ожидаешь ещё вот Божьей награды? В чём, в чём смысле? Да, тогда, когда я проповедовал вот такие, ну, Петра, Геннадий Махтенко, мы делали именно реформацию церкви, мы показывали, что церковь, это Божий инструмент, как нырять в самые, там, где дьявол на куролесе, и там, оттуда вытаскивать людей. Сирота, это, ну, ты знаешь, да, ты сталкивалась, это такой страшный мир, и какое-то счастье вытащить оттуда человечка. Вот у меня есть усыновлённый сын, да, и под опекунством дети, когда они называют папой, я тебя люблю, спасибо, что ты сделал, это очень, это кайф такой невероятный, ты понимаешь, что у него могло быть и что стало кипеть. Наташа, у Пересветова отличалось, что ты пошла к Пересветову, Бог сказал тебе к Пересветову. Почему? Что там было по-другому? Там я пришла, я сказала, пастор, мне не нравитесь, не нравитесь вы, и мне не нравится ваша, ладно, я скажу просто церковь, мне не нравится ваша. Но Бог мне сказал уйти, слово жизни, куда мне идти, вот к вам приду. Пастор, конечно, посмеялся, говорит, у нас здесь есть африканцы, я слышал, ты там полешь на кузнинке к африканцам, я не ездила ещё туда, в Африку, в общем, у меня далеко было, в Африке, и он говорит, хочешь, возьми там африканское служение, у нас есть пастор, ушёл, возьми их, вот, и я думаю, ну а чё, а чё могу, и в общем, Боже, это было страшно. Ты возглавила в Москве африканское служение. Африканское служение. Да, 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 ну, потому что у меня на домашних ходили африканцы, у меня все какие-то такие странные ходили, вот, какие-то, в общем, там такие странные личности, и африканцы тоже были. И мне пастор говорит, слушай, ну тебя же там чёрные какие-то ходят африканцы, давай, забирай вот эту цепку. Вот, и я Интересный был опыт первый Я не знала их менталитет И хлебнула Скажи, ну ведь Церковь Пересветова Это уж точно занимаются Спасением наркоманов Они более социально ориентированные были? Конечно, более социально ориентированные У них есть репцентры, у них есть много чего Но я не говорю про социальную работу Я не говорю Что нужно всем быть социальными работниками Идти к наркоманам, идти к проституткам Смотрите Призвание миллиарды Я недавно услышала такое выражение здесь Я пришел в церковь, но у меня там не было места Я не знала, что там делать И я ушел Я думаю, боже мой, открой страничку ООН United Nations Я понимаю, что это Организация такая очень спорная, пустая и так далее Но статистика, которую они дают В Афганистане война В землетрясения Рефюджи Там миллион всего Открой страничку, посмотри Тебе места не найдется? Дорогой мой, ты за двух человек Если будешь сражаться, год Тебе будет тяжело Хорошо, иди к тем людям, которые миллиардеры Я ходила к ворам в законе Ходила к тем людям, которые очень богаты К политикам ходила Мой инстаграм, лицемерный инстаграм Я в этом каялась Я Миссионерка Наташа Я кормлю бедных детишек в Африке Да я их кормлю тысячами, сотенами моих кормят Ну а ночью, что я делаю? Я сижу в баре, в казино и в ночном клубе Каждую практически ночь В политике Бизнесмены, солдаты, генералы и так далее Послы там все, кого можно представить Самое лучшее мое время было, это казино Я вот там, я жила Потом, да, была рутина Бабы и каша, бабы и каша Там вот эти вот Уже 500 ребенок, у тебя уже голова Вот так вот Это нужно, нужно кормить Но мое призвание, я чувствовала Как люди нуждаются в казино Чтобы им сказали, что Слышите, пацаны, ну вот вы поиграли, давайте А, это у меня была такая коронная фишка Они говорят, давайте выпьем И всем наливают И все Мой выход Я говорю, а я не пью И все говорят, ну почему? Я говорю, я христианка И до 6 часов утра Они могут даже не садиться За свои вот эти вот автоматы Мы сидим и разговариваем А в конце мы можем помолиться И уже нас выгоняют Они говорят, сейчас, сейчас, сейчас Подождите, подождите И это социальная работа? Нет Им что, нужно накормить этих Там, да, этих высокопоставленных мужиков? Нет, они меня кормили Они, значит, социальной работой занимались По отношению ко мне Людям нужна Евангелие Им нужно выйти, как мы говорим Выйти из зоны комфорта Окей, пастор, ты вышел из зоны комфорта Который говорит Зона комфорта Это может быть твоя соседка У меня соседка была Она там У нее рука не двигалась Я гуляла, ходила с ней по четвергам Ну, например Это не социальная работа Это наша жертвенность Ну, жертвенность И вот такие обстоятельства И люди такие странненькие, некомфортненькие И места О, боже, она ходит в ночные клубы Часто, конечно, я уже выставляю Что я хожу и И, ну, как Не стесняюсь этого Раньше я открывала глаза Африка, ночь Вокруг меня какие-то вот эти мужики Сидят за цепями И решают свои криминальные дела Я просто смотрю и говорю, господи, я вообще где? Это что, это призвание мое? Это что, я сумасшедшая? Я не сумасшедшая Я нормальная Я это приняла только вот здесь, в Америке Что действительно Я стояла на коленях и говорила Господь, веди меня в самые темные места Господь, мы же смелые, как и вы Ну, окей Ты работаешь, помолилась? Давай, иди, будь смелой, как и я Вот в чем дело То есть дело не в социальной работе И ССРП, ХЦВ занимается социальной работой Они молодцы Но каждый должен ответить себе Как христианин Ты прожил достойно свою жизнь По совести ты прожил свою жизнь Ты свой крест брал Какой бы он не был Либо ты просто Протусовался на этих конференциях И прочитал Библию Вот давайте, блин, обсудим Какой конь? Красный или белый? И вот мы обсуждаем 20 лет У этих коньей не часто Как ты попала в Африку? Сначала я попала в Чикаго Потому что, когда я покаялась Я стала искать тех людей, христиан Которые бы занимались хип-хопом Занимались рэпом Потому что я танцевала брэк-данс И я вбила просто христианство, хип-хоп И у меня вышла хип-хоп-чурч В Чикаго И я посмотрела статистику Сколько подростков Сколько детей умирает на улице в Чикаго Я встала на колени и сказала Господь Все что угодно делай Я должна оказаться в Чикаго Мне нужно распермаровать эти банды Мне нужно где-то перестрелки быть И я стала копить деньги Я стала учить язык Серьезно, я была в институте Шесть лет учила язык И копила деньги То есть я в интернете прочитала за церковь хип-хоп И решила, что там надо спасать этих людей В Чикаго Да, я решила, что нужно распермаровать банды в Америке Да, и я с этим, конечно же, страну Но это другой вопрос Мне кажется, Махненко отдыхает Мне кажется, Махненко отдыхает Я ему обязательно покажу вот эту программу Это да О боже, конечно, я, конечно Сейчас я так смеюсь, но Вы знаете, это опять же долгосрочное посвящение Ты копишь деньги И когда ты говоришь, я хочу ехать в Чикаго Расформировать банды Говорят, Наташа, ты псих, ты сумасшедшая Я говорю, да нет, понимаете Люди умирают подростков Убивают на улицах Вот я там говорила, кричала везде Делала какие-то презентации Потом я создала маленький такой бизнес Как бизнес Я просто делала украшения И продавала их везде На разных фестивалях Ночные клубы Накопила на билет И поехала в это гетто Я жила в Лаунсдейл У нас Чикаго здесь И увидела все, что увидела Смерть и перестрелки Банды Огромная, безумная нужда Я была всего два месяца Но я настолько впечатлилась Этим районом То есть я даже в даунтаун не выезжала Я говорю, ты была в Америке Ты была в магазинах Ребята, я не была ни в кафе Ни в магазинах Нигде Я сидела в этом районе И думала, каждая минута драгоценная Это вы тут живете Можете в магазин пойти А мне в магазин не нужно Я ничего с собой не провезла Мне нужно, чтобы у моих там Четыре пацана у меня было По 14 лет Чтобы они вышли из банды И когда я вернулась Я стала всех тормошить Ребята, поехали в Чикаго Очень нужно, очень нужно Перестрелки Год, два, три, четыре Много-много Кто поехал со мной в Чикаго? Сейчас у всех откровения Мобилизация Откровение ехать в Америку Бог всем сказал А когда я говорила Я снова готов служить В этих ночных клубах Никто не хотел ехать в Америку Все говорили В Америку на миссию Ха-ха-ха И вы знаете Моя одна подружка согласилась ехать Ну потому что она была очень маленькая И наверное не соображала Что делает Ей было 16 лет на тот момент Она со мной уже служила Несколько лет Я говорю Я поеду в Чикаго Я поеду И мы накопили на билет И ей не дали визу А так мы попали в Африку Я не хотела Я не думала О боже Я так хочу в Африку Нет Это не мое Но Бог сказал Ты должна поехать После того Как я посмотрела фильм Проповедник с пулеметом Совершенно случайно В кинотеатре Все пошли домой А я пошла В посольство Южного Суда Сказал ребятам После фильм Расформировать Трористическую группировку Джо Саффу Алло Слышишь? Да Он телефон перебил Скажи Вот То что меня зацепило Я слушал Твой блог О том Как ты в Африке Вот жила И именно Там ты пережила Вот это Ну Испытание Или исключение Ненависти Расскажи об этом больше Вот Что это И как ты с этим справилась Или не справилась Я думаю Что я до сих пор С этим справляюсь Знаете У вас Романтизм Насчет Африки Миссионерство Уходит после Примерно трех лет Нахождения там Те кто был Три месяца И у них Эйфория У детишки Африка Знаете Это естественно Это нормально Это называется Медовый месяц Медовый такой период У тебя влюбленность В эту страну Она тебя захватывает Дети Нужда Все очень яркое Все очень другое Но потом ты попадаешь В реальность Потом ты попадаешь В разные неприятности Мы конкретно Занимались Уличными детьми Мы занимались Опять же Там с преступными Группировками Взрослых Пацанов И конечно Тогда Тогда Твой Вот этот Вот энтузиазм Твой я расформирую Он конечно же Понимаете Он растворяется Мне сказали Африка тебя Пережурет И выплюнет Так и получилось Так и получилось Я восстанавливала Своё здоровье Психическое Физическое Долго В Америке Я думала Что так Я в Америке Притусуюсь Там две недельки И обратно У меня там Редцентр У меня там Арт-центр Жизнь моя Крущобы мои До сих пор Пошёл Которая Работа Только-только Я начинаю Меня не начинает Так вот колотить Когда я вижу Угандица Потому что До этого У тебя есть Такой Тоже Ну как У тебя есть Побочки После всего Что там Произошло И конечно Во мне Эти люди Если к тем Ненависти Посетили Огромную ненависть Потому что Когда вот Два Три Семь лет Ты живёшь И ты пытаешься Вытащить их Ты их любишь Ты живёшь С ними в одном доме Ты ешь с ними За одну тарелку Летишь в джунгли Ты их спасаешь Вытаскиваешь А потом Они приходят И таскают Тебя в полицию Связывают Просят за тебя Выкуп Но это Не самое страшное И так далее И так далее И так далее Вот тогда Ты думаешь Да пропадите Вы все пропадом Ребят Пропадите Все пропадом Вы так Меня достали Вы так Меня замучили Я говорю Они меня мучили Бог мне говорит Прощай Оставайся дальше Ещё-ещё И наверное Когда я жила Последние два года В Африке Меня Бог закрыл На ключик На локдаун И был Закрыт аэропорт Потому что Была эвакуация Всех белых Всех Организаций Потому что Начинался голод Военный переворот И локдаун И вот аэропорт закрыл И мне позвонили Из посольства Сказали Что мадам Вы должны Сегодня же Вылететь Либо вы Очень сильно Пострадаете А я в трусёбах У меня 15 человек Мальчишек В доме И сотни На улице Я говорю Не я не поеду Я не могу И вот тогда Два года Меня переломало Очень жёстко Очень жёстко И Ты два года Не могла выехать С Африки И жила в трусёбах Да Два года Не могла выехать С Африки И ты жила в трусёбах Где-то год Сначала Чуть побольше Просто Ты не можешь Никуда выехать То есть Ты не можешь Куда-то съездить Отдохнуть Ты не можешь Просто даже всё закрыть Ты замкнут В революционном центре Ты замкнут У меня был Огромный забор Колючая проволока И ни одного белого А как ты финансировалась Как ты могла выжить Как ты финансировалась Тебе помогал кто-то Господь Бог Мне помогал Мой лучший друг Иисус Христос Скажем так Я думаю Что Бог сделал так специально У меня был помощник У меня был Мы вытащили там Из криминала Несколько пацанов Взрослых Пытались их как-то Реабилитировать Ну в общем Все они нас В итоге кинули Ограбили и так далее Был у меня помощник местный Ну в итоге Тоже он меня ограбил Кинул Но я думаю Что вот что сделал Господь Он меня вырастил Я была Вот при всём Тем что Что я проходила в России И так далее Я была очень инфантильная Я опиралась на людей Ооо церкви нету Ну церкви нету Закрыли церкви Вообще ничего нету Магазины закрыли Вообще ничего нету Нельзя на мотоцикле ездить Нельзя на машине ездить И что тогда остаётся Вот ты ночью сидишь У меня ни света дома нет Ну я в комнате Вот такая малюсенькая окошечка И там тьма в этом окошке И в Библии написано Тьма твой лучший друг И мой лучший друг была тьма Потому что Бог меня туда поместил И говорит Смотри, дорогуша, церкви нет Подружек нет Родных нет Никого нет Кто есть? Я Давай с тобой вместе жить И расти Давай, Господь И переживая ограбления Переживая Ну разные страшные вещи Ты снишь на колени и говоришь Господь, спасибо У тебя дырка в потолке Вынесли песни в центр Стоят твои дети С такими ножами огромными Которые мы отрежем всем бошки А ты говоришь Спасибо, Бог Спасибо тебе за эту дырку в потолке Потому что Чтобы у вас что-то купить Вы идёте в магазин И покупаете посуду Чтобы у нас что купить Я иду на рынок И я ругаюсь так Но в Ганде Чтобы выжить на этом рынке Что когда приехали потом уже Пастора С России Они хотели из меня Бесок выгонять Они думали, что я дыршимая Потому что поход на рынок Это не милая Ой, сколько это стоит О, спасибо большое Я положу в свою корзиночку Это слушай ты Если ты сейчас Меня не пропустишь Ну там Я на африканском языке ругаюсь Но я их люблю И у меня было вот такое столкновение Я открываю дверь И мне говорят Вместо доброго утра, мадам Гони деньги Мы пасенты Гони деньги Я уже говорю Ну сам, Гони Иду дальше Это уже тебе привычка такая Но у тебя постоянно агрессия Агрессия, агрессия Ограбление, ограбление, ограбление А в итоге у тебя внутри Я всё себе закрутила Почему? У меня дети И я не могу при детях Не поплакать нормально Не уйти никуда Не реабилитироваться И я это всё себе закрутила Они меня замучили Я устала жёстко Я устала дико Они отобрали меня всё Что я наживала Но не по сильным трудам Не для себя А для детей Мне тот сказал У тебя кондиционер был? Нет, я поснялась Боже мой, кондиционер И когда ты живёшь В таком прессинге Каждый божий день У тебя внутри Рождается Да, вот эта ненависть Ну ты же христиан Ты должна всех прощать Вот когда я выехала Из Уганды Вот здесь я начала Всех прощать Пытаться Пытаться И никто бы мне не сказал Наташа Я тебе даю Три месяца За три месяца Если не простишь Ты не христианка Ты не миссионер Ты иди в ад Я говорю Господь, я тебя люблю Я всё понимаю Я всё понимаю Мне нужно время И хорошие таблетки От сердца Не антидепрессанты А таблетки Чтобы моё сердце Просто не болело Оно меня замучило Я не могла спать Когда я пришла Ко врачу У меня вот так Дуби тряслись Как в алкоголичке И когда мне говорили Наташа Вот ты из Африки приехала Миссионерка Вот тебе там Африканская картинка Меня Я не могла на это смотреть Я, конечно, не принимала Но я её отставляла Куда-то Убирала Чтобы я не глазам Мои не видели этого всего И мне нужно было Много времени Чтобы пройти И хоть как-то простить То есть Я сейчас попробую Выводы сделать А ты меня подправ То есть Обстоятельства Слаживались так Что тебя давило Давило И это родило В тебе ненависть Потому что Ты спасала И Собственно говоря Ненависть была К этим же людям Которым ты помогала Потому что Они тебе предавали Да? Я не слышала Что? Ненависть была К людям Которые тебя предавали Ты им служила А они тебя предавали Да И в то время В то время Находясь там Когда это продолжалось Это было нереально Ненавидеть Правильно? Да 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 Потому что Христиане Они думают Что они какие-то Ангелы И вот они вот Мы обязаны Должны У нас нету Ничуть ненависти Нету У нас нету злости Нету У нас нету Плохого настроения Конечно нету Может все По облакам Улетаем Может все такие Вообще Вот ходим на облаках И вот там у нас Все благодать И благодать И вот Главное Не смотреть новости И так далее Чтобы не расстроить Своё сердечко Да нет Ребят Я человек Вот я не хочу Среди строить Миссионерку Наташу Которая такая Вот она вот поехала И вот она всех любит И детишек кормит Нет Это не так Потому что когда Мои детишки Ладно Они меня там доводили Я уже просто на них Ну и срывалась И много чего было Они там чудили жёстко Это не просто дети Это просто какие-то Какие-то зверёныши Которые постоянно Дерутся Ломают всё Ломают ноги Мои собаки Едят голубей Когда у нас есть еда В общем там много чего было И есть взрослые Взрослые Когда это у тебя Реальная опасность Они тебя хотят убить Принести в жертву И так далее И так далее И так далее Но этих людей ты любишь Самое страшное Самое страшное Что ты их любишь Ты Они Я пришла в один ночной клуб С очередным музыкантом Там все топовые музыканты Они всегда нас приглашали В ночные клубы Мы ходили И я с ним Год наверное Открывала для него Там свой дом Библию читали Мы там всё Мы просто вытаскивали Вот давай Выходи из этого всего Криминала и так далее Из этих Всех движений И в конце он мне говорит Наташа Но ты не боишься Что когда-нибудь Я тебе дам Стакан соком Милая А там яд Я это слышала много раз И тогда мне стало так больно Не потому что там яд А потому что я Ну люблю каждого из них И это тебе делает больно И это тебя разбивает Когда твои люди Которые так сильно близко к твоему сердцу Наверное это была бы тоже Моя ошибка Что я их близко к сердцу Подпустила Они по открытой тебе говорят Дорогуша Мы тебя когда-нибудь грохнем и всё Ты говоришь Ну как это я Открой свои глаза Это я Они говорят Окей Ты сейчас ещё веришь Ты Да Ты сейчас вот сегодня Веришь в то Что Их можно изменить В Африке Да Просто я это проходил Служа детям Сиротом Вот Ну я Это в меньшей мере Вот не так Жёстко Как ты сейчас рассказываешь Но иногда Опускались руки Ты думал Они чё Круто Им никогда не поможешь Они просто больные Они всё время Делают всё наоборот Для своего Разрушения Вот Были Отчаяния Что я думал Невозможно Их никогда не изменишь Они всё делают Наоборот Всё Чтобы погубить Свою жизнь Я всегда этот вопрос Себе задавала И говорю Господь Получается так Ты меня закрыл На 7 лет Заветом А Весь Африка такая Чтобы вы понимали Я попала В такую страну Уганда Она отличается от Африки Есть Южный Судан Есть Уганда Есть Куанг Это три страны Это три страны Которые такие Очень сложно Есть Мозамбик Нормальная страна Зимбабве Там ещё какие-то Они сложные Там много бедности Но это не Уганда Там Другой метод Я говорю Господь То есть получается так Ты меня закрыл На 7 лет Сказал служить Кому Там написано В Библии Я служил зверям Вот у меня открылась Однажды так Ты служил зверям Я говорю Скажи мне Господь Что такое Зачем я тогда Там нужна была Что я могла изменить Если ты их любишь Ты даешь им кроватку Ты их кормишь Ты их называешь своими сыновьями Они потом тебя грабят Уходят И каждый так Из 15 Практически Ну да больше даже И Бог мне сказал Такую вещь Говорит Наташа Это вообще история Не про них Это во-первых История про меня Про мою славу А во-вторых Про тебя Поэтому дорогуша Будут они тебя слушать Не будут они тебя слушать Говорит Поэтому когда мне сейчас Говорят Наташа Отобрали Беретополь Отобрали И никто не слушает А я не могу молчать Будут слушать Не будут Моя совесть Не позволяет Моя совесть Не позволяет Не поехать в Африку И мне приснился Такой сон Что вот Такая бетонная стена И там я знаю Что за ней Уганда Я так хочу обратно вернуться Совращаться Хочу вернуться Бог мне скажет Я вот всю буду уеду При всем Этого ужаса Господи Я вижу черная стена Черное небо Черное озеро Все черное Тьма Я понимаю Что я очень хочу И туда Но это просто тьма И нужно быть Наверное нужно С Богом близко ходить Чтобы Выжить И не с этой тьма Да Что-то я Вот здесь Что-то я очень важное Хотел вывод сделать А вот Смотри Я Делаю такой вывод Слушая тебя Что Многие Кто призывает Любить Несмотря на что Никогда Не были В серьезных Передрягах То есть Уровень Уровень давления Они не понимают О чем Допустим Ну вот Взять нынешнюю ситуацию Человек сидит Где-то там В Свердловске Или еще где-то И учит Как надо любить Он Не пережил Он То есть Первое Они Не пережили Такого Как бы Уровня давления Даже Я помню Джейджей Проповедовал О том Что Под Сильным давлением Каждый Из нас То есть Если Усилить давление Каждый Может даже Сломаться Даже вот Ну Поэтому Я думаю Я думаю Кто нас Сейчас Смотрит И Слушает Очень важно Делать Такие Выводы Что Ребята Не спешите Учить Украинцев Как Они Должны В любви Сейчас Проживать И Потому Что Что это Трещит Я не могу Понять У тебя Никакой Зверек Не грязи От Ничего Что Это Трещит Я не понимаю Что Это Трещит Ну Ладно Вот Это Один Такой Момент Да Вот Страна Я Сейчас Попробую Все У себя Позакрывать Алло Нет Вот Представляю Что Продолжает Прям Я Слышу Как Что Кто Где Грызет Ужас Жаль Блин Как я Расстраиваюсь Когда Вот Такая Техническая Проблема Хорошо Наташа Теперь Скажи И вот Когда Ты уехала И потихонечку Стала С этого Выбираться Да Да Я Еще В Уганде Решила Что Со мной Не все В порядке Потому Что Было Несколько Таких Ты ходишь Ты постоянно Ругаешься Это одно Но я помню Что Мы шли В ночной клуб Однажды С моей подругой Она Еще Была Со мной И Приезжал Мотоциклист И у нее Была такая Сумка То есть Мы сумочки Такие Не носим Чтобы Понимали Мы телефоны Вот так Пуху Не прикладываем В Африке Мы носим Всегда Где-то Десять Сумки Телефоны Прячем И Он Приезжал На мотоцикле Он Дернул У нее Эту Сумку Но Она Дернула В ответ И Мотоциклист Упал И Я Открыла Глаза Когда Я Увидела Что Я Стою Я На каблуках Стою Над этим Мотоциклистом Вот так Замахиваясь На нем Своим Маленьким Вот этим Кулачком Я Я отступила Я подумала Так Стоп Что это Здесь Не то И Тогда Я подумала Что Настолько Я Они Меня Достали Что Я Готова Была Наверное Его Ударить Да Готова Была Сто Процент У меня Остановила Моя Реакция И Я Поняла Что Со мной Что Непорядок Было Еще Несколько Таких Моментов Когда Я Была Очень Злая И Я Стала Проходить Программу 12 шагов Я Нашла Себе Группу И Я Стала Прописывать Со Своим Чувствам Эмоции Вот Все По Честному Что Нам Не Хватает В Христианстве Честности Сказать Да Я Ненавижу И Всех Ты Не Можешь А потому Что Ты Христианин Так Нельзя Смотри Тебя Фастер Пачком Погрозит Ты Не Можешь Сказать Я Сейчас Не Хочу Служить Я Сейчас И Не Знаю Что С Нем Сделают Я Ненавижу И Всех Я Детей Видеть Не Могу О Боже Ты Мать Ты Детей Видеть Не Могу Честность Мы Не Можем Честно Поговорить Потому Что Нас Закрутили В эти Рамки Религии Ты Должен Ты Должен Должен На Позитиве Всегда Ты Никому Ничего Не Должен Ты Ища Помощи Я Поняла Что Мне Нужна Помощь Со Стороны Я Сама Не Вывожу Не Справляюсь Я Потому Что Это Понятно Смеяться С пацанами Что Давай Деньги Давай Свой Кошелек Ха Хи Хи Ты Давай Солдатами Можно Но Это Все Равно Внутри Все Трясет И Люди Конечно Мало Людей Кто Понимал Что Со Мною Происходит Плюс Колдовство Сильно На меня Колдовали В тот Момент Все Это Вместе Было Мне Тяжело Я Молилась Я Постилась Очень Много И Принимала Причастие Это Раз Всегда Ты Без Причастия Вообще Не Знаешь Как Выжить На Этой Земле Вообще Невозможно И Второе Это Программа 12 Шагов Твои Чувства Твои Мысли Честность Сама Собой Признать Да Я Признаешься Ты Говоришь Почему Алло За Мне просто Звонили Как Из Этого Выбраться И Искать Помощи Искать Помощи Со стороны Это Не Скажу Что Это Христианская Группа Да Но Разбирать Все По Базам Каким То Очень Здравым Принципом Которые Мне Помогли И Я Благодарна Богу Что Я Из Этого Вышла Выхожу Знаешь Очень Знакомо Ты Не Знаешь Наверное Такую Песню Пусть Даже Не станет Овец Загоня Виноград Не Да Слышал Ну Да Ты В Харизматических Церквях Была Я Написал Эту Песню В 89 89 Хранишь А ты Меня Не Хранишь Они Что Хотят Со Мною То И Делают Знаешь Была Некая Такая Обида На Я Сорвался Я Ну Не То Что Накричал На Него Но Я Ему Высказал Я Ему Вот Высказал Я Не Верю Что Ты Можешь Ну Потому Что Смотри Это Ну Это Уже Так Мы Женой Едем Последние Километры Всегда Молчим Думаем Были Этот Раз Или Не Были И Представь Себе Вот Это Сработало Так Как Будто Знаешь Человек Прям Церковь На Костылях В гипсу И Говорит Мне Не Стало Жизни На Земле Твой Бог Преследует Меня Везде На Меня Заведено Два Уголовных Дела Мама Умирает В больнице От Инфаркта Я Четыре Раз Тебя Воровал Даже У меня Было Ощущение Что Господь Его За Ухо Привел И Как Б Сказал Ты Расстроил Моего Сына Понимаешь Я Это Всегда Вспоминаю Для Меня Это На Всю Жизнь Осталось Впечатление Такое Что Бог Контролирует Все Бог Может Всегда Все Умешаться И Сделать Понимаешь Я Это Потом Еще Были Случаи Вот Это Очень Яркий Поэтому К вопросу Искренности И честности Я Иногда Говорил Ребята Вы Думаете У пастора Всегда Еще Сказать Вот Представьте Если пастор Пришел Вышел На Союз Сказал Друзья Хреново Мне Даже Не знаю О чем Говорить Ничего У меня Нет Давайте Просто Посидим Помолчим Я думаю Какой бы Это Высвободило Уровень Искренности И молитв Просто Невероятно Но Мы Играем Мы Говорим Я Не Устаю И Не Изнемогаю Я Должен Друзья Мои Вот Все Таки Это Наташин Телефон Глючит Звук У меня Есть Предложение Наташ Когда Ты можешь Сейчас Мне Или Когда Закончим Написать Как Можно Тебя Поддержать Я Хочу Чтобы У тебя Был Новый Телефон Вот Просто Это Надо Мы Еще До Друзья До Эфира Мы Обнаружили Что Она Мне Сказала Что У нее Глючит Звук Это У нее Там Что Грызет Это Я Всегда Веду Нормальные Эфиры Поэтому Наташ Ты Пришлешь А я Выставлю В шапку Я Поставлю Дай мне Как Можно Поддержать Твою Работу Поблагодарить Тебя За твои Подвиги Я Я В шок Если Честно Честно Я Я Просто Я Не знаю Как Это Все Можно Было Вытремать И Скажи Вот Есть Я Какой Совет Сейчас Или Обращение Давай Первое Российским Церквям Вот Что бы Ты Сейчас Наверняка Подписчики Из тебя Посмотрят Вот Что бы Ты Честно Искренно Достала Свою Сердце Что Сейчас Ты Им Советовала Быть Делать К Церквям Я Обращаюсь Опять же Практически С первого Дня Я Очень Много Говорила Я Очень Много Говорила И В каждый Какой То Период Я Говорила То Что Я Верю Что Бог Мне На Сердце Клав Им Говорит Я Говорила Не только К пасторам Но и К прихожанам Которые Слушают Эту Ересь И Может Быть У кого-то Есть Вомнение Но Послушав Пастор И Так Как Нужно Подчиняться Власти Еще Одна Ересь Не Думать Своей Головой То И Все Церкви Упали В Ересь Практически Я Всегда Говорю Что Я Не Мотиватор Я Не Проповедница Не Миссионерка Чтобы Говорить Вам Как Жить Живите Так Как Хотите Это Ваша Ответственность Возрослые Люди Я Отвечаю За Себя Я Отвечаю Только За Себя И Я Говорю К Телу Христа Как Не Просто Знаете Слов Жизни Есть Еще Какие Нет Я Говорю К Телу Христа Телу Христа Сейчас У Очень Трагическом Плачевном Состоянии И Оно Ведет В Трагедию Поколение И Вы Это Будете Разгребать Вы Будете Так Это Сильно Разгребать Так Жать То Что Вы Сейчас Сеете Вроде Как Мир 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 Любовь Мир И Вы Думаете Что Это Хорошо Это Обернется Огромной Катастрофой В Поколении Что Я Могу Посоветовать Мне Кажется Уже Все Что Нужно Было Сказано Уже Сказали Все Сейчас Просто Каждый Выбрал Я уже Я Мир Веду Как Себя Вести И О чем Говорить Или О чем Молчать Я Свою Выбор Сделала Что Бо Ты Сказала Украинскому Роду Украинцам Сказала Бо Слава Украине Героям Слава Добрые Друзья Мои Я Прошу Вас Сделайте Перепост Перепост Вот Этого Эфира И Пожалуйста Поддержите Наташу Я Очень Хотел Чтобы Она Прибыла Самый Современный Самый Хороший Телефон Я Понял Что Я понял Что Я Тебя Не Знал По Комментам Судя Тебя Многие Знают На Самом Деле И Следят За Твоими Эфиром Наташа Позволь Мне Тебе Сказать Большое Спасибо За Твой Подвиг За То Как Ты Жила Ты Не Сумасшедшая Ты Точно Наша Сестра Смахненко Дудик Мы Мы Знаешь Мы Это Все Пережили Я Очень Коротко Я Скажу Что Изменило Мою Жизнь Я Был Очень Эгоистичный Пастор То Есть Я Вырос В Хорошей Семье Я Никогда Не Видела Социального Мира Я Боялся Беспризорников Я Боялся Наркоманов Я Друг Я Личных Условиях Вырос Вот Мы Сталкиваемся С детьми Сиротами Я Начинаю Узнавать Этот Мир Мне Страшно От него И Я Нахожу Себе Такую Нишу Я Добываю Деньги Я Молодец Я Для Них Добываю Деньги Но Я Стараюсь Долго Не Задерживаться В Детском Доме Потому Что Это Не Мой Мир Я Привез Деньги Я Такой Радость Что Кто Этим Занимается Понимаешь Пою Там По Америке Езжу Собираю Деньги И Все Но Потом Жена Жена Моя Она Как Волонтер Вот Она Очень В этом Смысле Я Слушал Я Узнавал Она У меня Красивая Белый Голос Такой Блондинка Она Приходит И говорит Ксерой Такие Плохие Туалеты В больнице Давай Сделаем Туалеты И Мы Травматологи Я Зашла В туалеты Не ощущение Человек Попал В аварию Попадает В туалет Ему Там Доходится Застрелиться Это Все Еще Усугубляет Давай Сделаем Красивый Туалет Мне Было Очень Приятно Что Моя Жена Она Мечтает Не о том Что Там Мариат Какой А Она Хочет Изменить Чью Ту Жизнь Я Повешу Табличку Бог Дед за нее Молился И Она Стала Моей Женой Когда Уже Стала Христиан Вот Она Стала Потом В детской Больнице Работать Как Волонтер Ходить Там Деток Брошенных Няч И Она Мне Говорила Давай Возьмем А Я Вот Смотри Я Точно Так Себя Вел Я Говорил О Надо Молиться Надо Знать От Бога Не Все Предназначены Я Когда Она Просто Придумала Такое Она Дала Во-первых Обет Богу Она Пообещала Богу Что Если Я Изменюсь Она Сразу Возьмет Мальчика Она Хотела Именно Мальчика И Потом Она Придумала Такое Пошли Посмотрим Мы Брать Не Будем Просто Посмотрим И Это Был Очень Хороший Трюк С Ее Стороны И Вот Я Написал Книгу Она Называется Дуэль На Которые Меня Убили Я Очень Хочу Ее Почитала Я Даже Тебе В Порядке Исключения Я Могу Тебе Высвать Электронный Вариант Потому Что Это Книга В принципе Это Твоя Книга Это То Что Ты Знаешь Готов В чем Ты Живешь И Вот В этой Больнице Был Ключевой Момент Я Это Назвал Дуэль Я Пришел Туда Со Своим Эгоизмом Со Своими Аргументами Почему Я Ставлю Границу Что Я Не Позволяю Богу Так Далеко Войти Ну Послать Мне Так Далеко Я Все Здесь Служу В церкви Служу Здесь Служу Дай мне Дома Спокойно Жить Понимаешь И Вот Вынесли Малыша Я На него Смотрю И Ловлю Себя На мысль Что Я Ищу Дефект Я Думаю Бросили Это Не Очень Нормальный А Он Такой Классненький Лежит Так Кулачки Поджал В этот Момент Начинается Чудо Я Вдруг Внутри Себя Как будто Бо Его Слышу И Он Мне Говорит Я Говорит Нечерный Я Знаю Что Ты Известный Человек Знаешь Я Сам Себе Сочиняю Но Это Как будто Бо Я Его Слышу Ты Там Ездишь Все Тебя Знают У меня Никого Нет Я Не Знаю Как Жить Если Ты Сейчас Уйдешь У У Меня Будет Одна Жизнь Если Ты Останешься И Заберешь Меня У меня Будет Другая Жизнь Я Буду Петь Твои Песни Я Буду Любить Твоего Бога Я Постараюсь Быть Похожим На Тебя Спаси Меня Вытащи Меня Знаешь Чудо В чем Было Я Вдруг Понял Что Я Могу Изменить Его Жизнь Я Не Могу Изменить Весь Мир Я Не Могу Изменить Украину Но Я Точно Могу Изменить Жизнь Одного Малыша И Это Мне Так Разорвало Я Вдруг Понял Что Я Для Него Сейчас Ну Как Бог Я Сейчас Возьму Убьет Другая Жизнь Ему Сейчас 18 Лет Он Живет В Атланте Он Потрясающий Мальчик Во время Войны Он Ехал Ему Еще Не Было 18 Нит Демидович Общалась В инстаграме Да Вот И Он Помог Мне Вот Настолько Открыть Бога Я Часто Об этом Говорю Бог Очень Любит Поднимать Человека Нырять В самые Гебри В самые Такие Места Поэтому Я Очень Хочу Чтобы Я Тебе Вышла Эту Книгу Ее Просто Никуда Не Высылай Дальше Ну Потому Что Мне Нет Здесь Книги Ну Нет В Америке Книги Чтобы Тебе По Америке Послали Я Не Зна Может Кстати Есть Я Могу Узнать Я Спрошу Может Тогда Сатланты Тебе Вышли Или Вышли В Электронную Версию Ты Обязательно Напиши Как Тебе Поддержать И Пусть Бог Благословит Оставайся Такой Же Вот Немножко Сумасшедшей Для Иисуса И пусть Бог Я не знаю Я ничего не спросил О твоей личной Жизни Но мы Желаем Все тебе Благословений В любом Случае Чтобы у тебя Было Все Классно И Вот Пусть Твоя Вера Победит Все Вот Это Вокруг И Я иногда Фантазирую Говорю Понимаете Когда нам будет По сто лет Мы будем сидеть В кресле качалки И нас будет Что вспомнить Понимаешь У тебя точно Уже будет Что вспомнить Спасибо тебе Благословений Друзья мои Сделайте перепост И обязательно Зайдите Посмотреть На Наташины реквизиты И поддержите ее Пожалуйста Благословений тебе На вас Всего Бога Спасибо большое Вам тоже Благословения